Не скрывая эмоций и не жалея энергии, именно так проходят репетиции Амурджазбэнда. Музыканты выкладываются по полной, ведь впереди один из самых непредсказуемых концертов. Артисты сыграют вместе с Дмитрием Янковским. Очень интересная программа, Неоклассик. Такой программы мы первый раз слышим. И вообще зрители, наверное, нашего города Благовещенской Амурской области никогда не слышали такую программу. Очень сложная программа в плане музыки, потому что там такой микс и классики, и попсы. Чтобы добиться идеального звучания, артисты репетируют несколько раз в день. Сейчас в Амурджазбэнде 30 музыкантов, которые не просто играют, живут музыкой и всегда готовы на эксперименты. Мы играем очень много программ, и программы каждый раз стали усиливаться, и у струнной группы стало очень много работы. То есть раньше это был джазбэнд, сейчас мы очень много работаем на город, где требуется классический репертуар, и мы стали играть струнной группой больше. Любовь Мурашова в коллективе уже 10 лет, а вот Анастасия Джаджишвили готовится к своему второму концерту. Девушка в Амурджазбэнде играет всего несколько месяцев, этот раз на очень сложном инструменте – литаврах. Это ударная группа, ударные инструменты, литавры, оркестровые барабаны. Они в основном служат для украшения, для придания эмоций, ярких красок в оркестр. Вот, собственно, я этим и занимаюсь с недавних пор. До этого я играла только на перкуссе отдельно и на барабанной установке. Сейчас коллектив готовится к Дню Победы. Артисты выступят в составе сводного Международного российско-китайского оркестра. Услышать Амурджазбэнд можно будет и 3 марта. В ДК профсоюзов музыканты представят новую концертную программу, посвященную 8 марта. Песни о любви, песни о весне, ну и такой веселый концерт. Те песни, которые любит наш зритель, наша публика. Маленько расширили свой диапазон оркестра. Мы включили в репертуар в состав уже тубу, тоже инструмент симфонического оркестра. И так расширяем помаленько репертуар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова